Итальянский футбол С центральных матчей по определению Встречается два клуба Представляющие, ну так называемую, большую тройку Ювентус и два миланских клуба Имеют на своем счету больше чемпионских титулов Чем кто бы то ни было Правда, отметим, что в этой тройке Больше всего титулов у Ювентуса Интер занимает третью строчку Но в последнее время стремительно исправляет положение Радуется стадион Джузе Памиац Совсем маленький кусочек Вот там, где болельщики разделены В углах поля Там народу не так, наверное, много Как кому-то, возможно, хотелось бы А так, в целом, стадион полон Ну и стадион отчаянно болеть будет за кого Ну, сложно пока сказать Каких болельщиков здесь больше Да нет, не сложно, болельщиков Интера, конечно Показывают Клаудио Раньери Мауро Камаранези крупным планом Бороду он отрастил себе Ну и главный арбитр сегодняшней встречи Стефано Фарина Арбитр из Лигурии Но болеть сегодня ему ни за кого и не положено Тем более, что лигурийских команд здесь в помине и нет Составы играющих команд Давайте мы сразу же поговорим Тем более, что встреча уже началась Но затем вспомним, кто какую строчку занимает в турнирной таблице Как раз сейчас передача с левого фланга И ударом у нас заканчивается Не свистнул ли там арбитр чуть-чуть раньше Киво крупным планом вот с этим молодым человеком Нам придется познакомиться достаточно хорошо В самое ближайшее время Один из лидеров сборной Румынии Промикнул на ваших экранах И только что он Как раз он пытался нанести удар Вот здесь сперва Хименос упал Ну а затем уже бил кил Составы играющих команд Давайте с гостей начнем с Ювентуса В воротах Буфон первый номер Грыгера 21-й Легратали 33-й К Елине 3-й Малинаро 28-й Салихамиджич 7-й Камаранези 8-й Сесоко 22-й Недвед 11-й Трезиге 17-й Дель Пьеро 10-й Главный тренер Клаудио Рангери Интер Жулио Сезар в воротах 12-й номер Далее Майкон Вот кстати он был совсем недавно на ваших экранах 13-й Бурдису 16-й Матерация 23-й Максвелл 6-й Станкович 5-й Дзанетти 4-й Киву 26-й Хименес 11-й Круз 9-й И Ибрагимович 8-й Крест в очередной раз на поле не появился Роберто Манчини главный тренер Интера Если кинуть немножечко взгляд на составы играющих команд Ну прежде всего вот как выстроили сейчас футболисты Очевидно что Интер играет с двумя форвардами Круз и Ибрагимович Под ними очевидно Хименес Очень способный южноамериканский футболист Который только в этом году появился в составе Интера Но уже успел обратить на себя внимание Мало того рискну предположить Что его например Интеру В матчах Лиги Чемпионов Несколько не хватило Ну и в общем Не этим конечно футболистом едином Одним словом именно Хименес Сегодня из глубины по всей видимости Поддерживать будет Атаку Но в общем тут и кроме Хименеса Есть кому Конструировать в центре поля Здесь Это понятно находится Станкович Здесь же Хавьер Занетти Ну и по всей видимости Киеву не напрасно бил Ему частенько в этом сезоне в Интере Из-за травм ведущих полузащитников Приходится играть в центре поля Хотя конечно он защитник центральный Причем отличный Но как раз защитники есть у Интера А вот с полузащитниками беда То один вылетит, то другой Ну и посмотрите в результате Виера сегодня даже в запас не попал Так что три полузащитника Помимо Хименеса Это Киву Дзанетти Который все-таки тоже не совсем чистый полузащитник Ну и Станкович Четыре защитника в линию Но не будем забывать Что и Майкон И Максвелл Горазды на различные подключения в атаку В центре обороны у Интера два человека Это Матераци и Бурдисо Два человека Которые своими удалениями Крепко подвели Интер Проигравшего в очередной раз Благополучно в Лиге Чемпионов Уже к сожалению для В общем как мне кажется Не только для Интера Но и для всего итальянского футбола У одной из самых славных команд страны Образовался некий комплекс Связанный с Лигой Чемпионов Но бог с ней С Лигой Вылетел Из Лиги Чемпионов Интер И теперь ничего с этим не поделаешь Придется подождать Еще как минимум год Чтобы там наконец чего-то добиться Зато на кону Чемпионский титул И он не то чтобы уже на кону Практически у Интера в руках Нужно только без срывов Пройти концовку чемпионата Ну не то чтобы концовку Четверть Последнюю четверть Круз Делает передачу на левый фланг Максвелл Говорили что Максвелл На одной из последних тренировок Усугубил травму лодыжки И возможно на поле не выйдет Правда Манчини Перед матчем сказал Что нет Вроде бы в порядке Тогда было непонятно Еврагимович Нет Тогда было непонятно Темнит или нет Нет Не темнил Максвелл действительно появился Давайте к Ювентусу Теперь Но у Ювентуса В общем состав читается Гораздо лучше Был по моему В положении вне игры Врагимович Тоже 4 защитника В линию Леграталия Несомненно К Елене в центре Да обязательно Ну и на флангах Грюгера И Малинара Не в первый раз Мы видим именно такое сочетание Хотя тут Возможно Различные варианты Появился сегодня Салихамиджич На правом фланге Кроме него В центре поля Камаранези Без него никуда И Сесоку Левый фланг Условно оставляем за Недведом Но понятно Что привязанным К своей бровке Недвед ни за что не будет Два форварда Трюзигей Дель Пьера Атака правым флангом И Марко Матераци Выносит мяч подальше От собственных ворот Камаранези Грудью аккуратно Пробросил мяч дальше И заработал Человек Которого мне упорно Хочется назвать Аргентинцем Полузащитник сборной Италии Заработал штрафной Станкович Каратист Понятно Что ему Камаранези Щупленьким Таким Показался Выше практически На голову Штрафной Фарина Отгоняет стенку На необходимое расстояние Ну здесь должен быть Просто должен быть Дель Пьера Больше по сути И некому Хотя может быть Сумболисты Есть еще Которые хорошо Быть штрафные Но при наличии Дель Пьера Это совершенно Не обязательно Дель Пьера возле мяча Удар Александро Дель Пьера Над перекладиной Проводит сегодня Свой 552 матч В составе Ювентуса Александро Дель Пьера Он сравнялся С результатом Выдающегося Защитника Гаитана Шире Я думаю Что болельщики Даже не старшего возраста А среднего Помнят Великолепного Последнего защитника Играл Истопера Но великолепного Центрального защитника Из-за которого Между прочим Франко Борези Сам Франко Борези Долгое время Не мог закрепиться В сборной Ювентуса Который в свое время За 11 сезона В составе Ювентуса Стал 7 раз Чемпионом Италии И кстати Стал чемпионом мира 1982 года К сожалению Гаитана Шире Трагически погиб В Токарстрофе в Польше Куда он отправился Работая в Ювентусе В клубе По заданию Тренера Дина Цзофа Просматривать соперника Туринца в Еврокубках Вот такая вот Трагическая история Но вот сегодня Сравнялся с результатом Гаитана Шире Александра Дель Пьера Который уже сам по себе Конечно же легенда клуба Длинная передача Вперед Матерация Рукой оперся Обязательно просто Марка Матерация Но нужно было Поддавить Дель Пьера А Дель Пьера Раз обыграл Два обыграл Утащил за собой на фланг Медлит немножко Александр Дель Пьера Сисока Сисока Хименеса обыгрывает Чего только в жизни не увидишь Недвец На левом фланге Делает аккуратную передачу Здорово Жулио Сезар Не получился Не получился У Дель Пьера удар Получилось от газона Мяч резко взлетел вверх И выудил Из самой паутиночки Из девяточки Его сейчас Жулио Сезар Давайте мы посмотрим Да нет Не из паутиночки Просто из перекладины Висел на Дель Пьера Максвелла И руками Конечно Капитан Туринцев Придерживал Но придерживал Так как Наверное Придерживал бы Соперника Любой серьезный защитник В подобной ситуации Третья Третья Лучший бомбардир Ювентуса Но уже не лучший Бомбардир Итальянской серии Разбушевавшийся Марко Бориелло Форвард Из Дженуа Его обошел У Бориелла 17 мячей У Третья 16 К слову У Еврагимовича 15 Так что Ну только гнаться Одному с другим Хименес Что-то обсуждает С Фариной Крыгера Подселки Я даже не знаю Что здесь Мне понравилось Камранезия Передача вперед Максвелл Нарушение правил Легратали Ответил Тем же самым Ибрагимович Тоже вроде бы Борьба Но сверху Навалился Соперника Майкон Делать передачу На Данете Как здорово Это Максвелл Это по всей видимости Удар Ибрагимович Еще один раз Наверное Удар Медвед Играет на ком Паранезия В первой пятерке Победу одержать Не сумел Никто в 29 На этот раз Тур 30 И командам нужно Нужно идти вперед Если бы Рома В прошлом Матче Выиграл Сезар Любопытная борьба Играет Мира Это действительно Но в итоге Вейраня остался даже не в запасе, а на трибунах. Ну и кроме того, Манчени признавался, что он даже не знает, заявит ли он на этот матч Балателли. Я думаю, что про этого молодого футболиста вы слышали. Так вот Балателли в запасе. Сегодня, может быть, мы его увидим на поле после перерыва. Ну а вообще травмированных много в составе Интера. Восстанавливаются Дакур, Самуэль, Фигу и Сезар. Все они, помимо Веера Айстанковича, на последней тренировке занимались по специальной программе. Про тех, кто у Интера тоже готовится по спецпрограмме, потом скажу. Потому что Интер сейчас опасный штрафной исполняет. И Джан-Луиджи Буфон забирает, очень спокойно забирает мяч в руки. Так вот, у Ювентуса тренируются уже все, кроме Андрада. Он по-прежнему продолжает восстановление после тяжелейшей травмы. В общей группе, но, правда, по укороченной программе, занимались даже Марк Йони и Кристиан Адзанетти. Но, правда, оба они в конечном итоге не попали даже в число запасных. Но уже их вращение не то чтобы близко, но его уже можно прогнозировать, по крайней мере. Максвелл делает передачу на Хименеса. Хименес против него Грагера. Такая передача. Максвелл. В общем, Грагер здесь тоже не наблюдал за красивостями соперника. Делал как нужно было. Поэтому и атака прервалась. Здорово сыграл защитник Ювентуса. Прочитал, просчитал. Немножко на Алексея Гудина похож. Запасные интро на ваших экранах. Вот это Ривос. Два был темнокожих молодых человека. Тот, который чуть подальше от нас, это Ривос. А тот, который чуть поближе, с УАЗу. Кстати, Ривос в матче с Ливерпулем оставил совсем неплохое впечатление. Ему, конечно, мучительно не хватает опыта в составе такой команды, как Интер. Сверхинтересная история. Это футболист, если он на поле выйдет, я обязательно скажу про него пару слов. Майкон. Занетти. Передача на правый фланг. Хименес. Это не Хименес, это Круз, но все равно неплохо. Легко очень обыграл ветерана своего соперника, пробросил мяч. Круз получил вызов в сборную. В сборную Аргентины. Басилия по-прежнему ветеранам доверяет. Тевис, кстати, не получил. Зато будет играть Круз. Ну, Месси травмирован, понятно. Агуэро, Лавесси из Наполи. Отличный, просто отличный сезон Лавесси проводят. Аргентинец недавно продлил он контракт с Наполи. Я не исключаю, что вскоре им заинтересуются и команды с финансовыми возможностями посерьезнее, чем у неаполитанцев. Максвелл. Бросает мяч далеко вперед. Максвелл. И еще, кстати, Лиссандро Лопес получил вызов в сборную Аргентины. Ну, так, довершая список форвардов и спорту. Камаранези. На правом фланге Мауэро Камаранези. Начал Ивентус, пожалуй, пободрее. Но вот в последние, может быть, минут пять Интер не то чтобы огрызается, а стал в своем стиле капельку тяжеловесно, но очень мощно атаковать. Малинара. Вот уж как. Вот просто возвращался. Малинара. Майкон делает быструю передачу вперед. Майкон Хименес попадает под очень жесткий, фирменный подкат Сисока. И, как частенько бывает, Сисока не хватает каких-то сантиметров, чтобы сыграть чисто. Вместо этого проверил на прочность у ноги соперника. Мома Сисока Цепок великолепен просто в борьбе с силовой, но при этом частенько он чуточку не успевает. Иногда для соперника это заканчивается вот такими вещами. Он не со зла, он хотел, как хотел. Вернее, хотел, как не хотел. В том смысле, что... Я совсем запутался, но я просто хочу сказать, что Сисока никогда вот так специально грубо не играет. Но получается, у него сейчас не очень. Но, правда, в Ювентусе он существенно добавил в том, что касается передач. Раньше, чтобы в Ливерпуле у него что-нибудь передача-то в ноги сопернику. Нет, сейчас то ли и сам вырос Сисока, все-таки уже третий у него суперклуб после Валенсии или Веркулицкой, или еще вот Ювентус. То ли научился не рисковать, когда рисковать не нужно. Хименес. Еще одна подача. Вот, обратите внимание, Хименес пока почти все стандарты под правую ногу выполняет. Подача на этот раз высокая, очень опасная. И удар будет, перекладину мяч бьется. Это Бурдиса реализовал себя возле чужих ворот в результате удар, но и Станкович головой пытался добить мяч. Не успели сейчас за Бурдиса. Не то, что не успели, вообще никого рядом с ним не было. А пробей с Танкович чуть-чуть поточнее. Камаранези. Камаранези не успел за своим практически соотечественником. Бурдиса, я напоминаю, аргентинец. И Буфон каким-то совершенно отчаянным взглядом мяч провожал. Он ничего вот в этой ситуации сделать не мог. Буфон совсем недавно был признан лучшим голкипером мира. Но это в январе были такие еще новости, что вот его опять признали лучшим воротарем. В четвертый раз. Его уже признавали в 2003, 2004, 2006. Признала его Международная Федерация Футбольной Истории и Статистики. Ну вот в январе признали, а 20 марта, собственно говоря, наградили. Ибрагимович. Вернулся в центр, Ибрагимович. Киво. Тяжеловато Киво справляться с Исоком и Камаранелем в центре поля. Учитывая, что не совсем это все-таки его позиция. Хотя он уже и опыт имеет игры в центре поля. И старается. Футболист чрезвычайно высоко уехал. В свете Евро и опять-таки в свете товарищеского матча между сборными Румуны и России с большим любопытством ожидаю выступления Румуны на чемпионате Европы. Ибрагимович. Пробрасывает мяч себе на ход. Великолепно страхует другого футболиста Ювентуса. Атака продолжится. Что, Майкон? Заработал штрафную или нет? Похоже, что да. Нужен все-таки Ювентусу. Центральный защитник один очень высокого класса. Как бы или гротали, не старался. Конечно, он нарушил правила. Но он не попал совершенно в мяч и толкал соперника руками. Стандарт. На этот раз кио. С левой ноги. Может пробить. Даже с такого острого угла. Жиденькая стенка. Два человека. Матератс тоже в чужой штрафной. А он пробил. И попал, между прочим, в Александра Дель Пьера. Майкон. Здесь уже и смысла нет рисковать. И все равно у Ювентуса шанс на контратаку получается. Не получится. Занетти не позволит себе совершить ошибку. Как мог, так и вычистил. Дель Пьера. Там на правом фланге совершенно свободен был Салихамиджич, который пока практически в игру не попадает. Вернее, в него не попадают партнеры. Киво. Обыгрывает Киво Сисока. Хименес. Плохую передачу делает Хименес. Малинара. Аут. Юнтер меньше всех пропустил в этом году в серии А, пока 18 мячей. И забил 55. Это, по-моему, больше всех. Да, так и есть, больше всех. Юнтер забил 49 мячей, пропустил 24. Недвид. Зарабатывает штрафной. Не успел сейчас Майкон. По Недвидам. Опять Дель Пьера. Ну, нога-то правая. Можно и бить. Можно, кстати, и подавать. Смотрим. Дель Пьера подает. Подача есть. Я, кстати, вот только сейчас задумался, в составе Винтера нет Камьясу, который не числился в составе травмированных и должен был сегодня в составе появиться. Может быть, уже перед матчем получил травму, потому что в запасе его тоже нет. Дель Пьера. Дель Пьера. Камаранези. Возвращает мяч назад. Сильно, слишком сильно. Сисок. Ну, вот это его стиль, да. Вряд ли он так уж сильно по нраву болельщикам Интера. По той простой причине, что он выступал за Ливерпуль. Других вариантов, в общем-то, у Сисока и не было. Передачу делать. Ну, а зачем, если можно было пробить? Удар не получился. Бывает. Передача вперед. Это не очень понятно. Сейчас Леграта ли ткнул мяч. Я думаю, что есть смысл половины первого тайма. Позади футбол очень высокого уровня и уже с опасными моментами. С одним очень опасным. Что с статистикой? Ивентус по чужим воротам ударил три раза. Один раз в створ. Интер тоже ударил три раза. В створ не попадали. Биланца. Я напомню, что каркас ворота не считается за удар в створ. Три зиге. Высокая передача на Леграта ли. Дель Пьера. Дель Пьера. Пробил. Соперник попал. С левой ноги. Грагера. Резанная передача. Хименес. Все очень спокойно делает. Хименес. Круз еще спокойнее. Вот за эту желтую карточку вполне нужно показывать за срыв атаки. Так оно в общем и происходит. Малинара. Не успевал за Крузом. Хоть аргентинец его гораздо старше. Я думаю, что Крузу в этом году 34 года. Малинара 24. На 10 лет. Нарушают правила чаще пока футболисты Ювентуса. 8 полов против 4 у Интера. Мечом чаще владеет Интер. 53% игрового времени против 47 у Ювентуса. А вот здесь нарушение правил со стороны хозяев. Хименес. Помогал. И Леграта ли на газоне. Надо бы мяч, наверное, отправить. Машел. Машел. Сметнул руки вверх. А вот и Павел Медвик. Медвик заявил, что он все еще не исключает возможность своей поездки на чемпионат Европы в составе сборной Чехии. Несмотря на то, что сейчас официально он завершил выступление. За чешскую национальную команду. Давайте мы посмотрим. Здесь было нарушение правил, пожалуй, со стороны. Медвед. А что такое муникону не понравилось? Встречу прервал Фарина, я так понимаю, потому что лежал его просто Николай Заграта ли на газоне. Да, так вот Медвед сказал, что я не уверен, позовут ли меня в сборную. Но если позовут, то я поду, буду, чтобы соглашусь. Возвращает мяч сопернику футболисту Ювентуса. Кто-то свистит, кто-то аплодирует, как Майпо, например. Занэти. Сусок. Я думаю, что если бы был здоров Христиан, то Занэти Сусок, скорее всего, остался бы на скамейке запасных. А так сегодня он на поле, и он... Я даже не знаю, как правильно охарактеризовать его игру. Не в меру ярок. В том смысле, что он появляется, влезает в каждый эпизод. И каждое такое вмешательство у него заканчивается пока ну, 90% нарушением правил. Матерация. С левой ноги выполняет передачу вперед на Буфона. Передача вперед, Майкон. Пас на правый фланг. Круз. Круз. Ждет аргентинец. Камронезия. Занэти. Круз. Передача. Угловой. Подставил твердокаменное плечо под эту передачу. Малинаро. Кстати, не плечо даже, а еще будет твердокамленный локоть. Похоже, что... Манчини. Крупным планом. Пошли разговоры, что Манчини из Интера может уйти. Может быть, о этом слышали. Но будет пауза. Расскажу обязательно, пока Ибрагимович чужой штрафной не в лучшей форме находится Златом Ибрагимович. Было заметно вот в матчах с Ливерпулем особенно, что очень ждет от него чего-то с такого неожиданного, яркого манчини. А Ибрагимович так не показал того, на что он способен. Кстати, это касается и Веера. Ну, Веера после травмы. Это касается Станковича. Тоже после травмы. Салихамиджич. Очень длинный перевод. Майкон. Бросает мяч себе на ход. Бразилия скорость, как он убирает. Майкон. И делает сквернейшую передачу. Далее следует мощнейший удар по ногам Недведа. Так что Фари наш карточку уронил от ужаса, очевидно. Трус получает предупреждение. Извиняется. Да, это было неприятно и очень опасно. Еще не худший вариант. Мог шипами сбоку попасть. Каждый раз, когда вот такое видишь, после травмы Эдуарда Десилва из Арсенала, честно говоря, нехорошо становится. 30-е минута встречи. Интер Ювентус 0-0. Квеллини. Передача на левый фланг на Малинаро. Почти получилось. Вот только нарушил правила Александра Дель Пьера. Ну, вообще-то такое за ним нечасто наблюдается. А если нарушения идут, то, как правило, не грубо. Еще раз смотрим. Бурдис подвернулся под руку. Толкнул. Толкнул соперника в спину. Не сильно, но этого, в общем, хватило. Передача направо. Опять на Эдви доцепляли по ногам, и это было заметно. Максвелл Сысока, нет, это, конечно, удивительный человек Занетти Налево на Максвелла Очень опасный прострел Защита Ювентуса справилась Камаронези шикарен, просто шикарен А дальше нарушение правил Надо успокаивать футболистов, наверное, Форини Он очень опытный арбитр Разошлись, просто разошлись Матч первого круга Станкович, пожалуй, что ударил Матч первого круга Глаза фиксирована, ничья 1-1 Честно говоря, не самая получилась интересная встреча Да еще и очень жесткая Тогда Фигу получил травму Недвид правил нарушил Тогда к Ирине с Ибрагимовичем Чуть-чуть на поле не подрались Длинная передача вперед Хотя, честно говоря, вот если вспоминать матчи Ведущих команд в Италии в этом сезоне То очень много было Просто роскошных поединков С точки зрения зрелищности Вот совсем недавно мне, я считаю, посчастливилось На этой неделе комментировать римское дерби 3-2 выиграл Латсу Забив на последней минуте Фантастический был матч Еще одна желтая карточка На этот раз бьют Камронези Сильно и больно Киво отличился Пошел извиняться Кристиан Киво Вот как было Уже убежал Камронези Но все-таки догнал его Киво Благо, что он тяжелее чуть ли не в два раза И как пушинку подбросил в воздух Аргентица, итальянца Дель Пьера 32 метра Теоретически может ударить Но он все-таки не Синиша Михайлович Тот на трибуне сидит Михайлович бы точно пробил И мяч бы полетел по-другому Михайлович всегда бился Невероятной силой Как молотком Еще и закручивал мяч Это, конечно, вообще фантастика Но и Дель Пьера В общем, в штрафных весьма искушен Пробил Слишком не точно Круз поднимает руку в воздух И после этого выигрывает воздух Ибрагимович Развернулся Отскочил от Сесока Продолжает двигаться дальше И в результате попадает Под Камронези Ну, в общем, двигался Как, знаете, маленький робот Камронези Там, Артва Д2 И врезался В Златана Ибрагимовича Вдвоем Толкали-толкали И свалили В конце концов Киво С левой ноги Умеет бить очень сильно Киво Фарина Стенку будет выстраивать Мы уже видели Несколько очень опасных Штрафных Возле ворот Ювентуса Но то, как правило Были штрафные с флангов Удобнее было подавать Скорее А вот здесь Приятнее будет пробить Так и есть Сильно Буфон Джиджи Буфон Ну, вот он на то Он и лучший воротарь Да, в прошлые годы Много хвалили Касилиса и Чеха Они прекрасные Галкиперы Но есть вот что-то такое В Буфоне Что заставляет признать Его лучшим Видимо, редкостная Стабильность и надежность Передача И еще один удар Выше ворот Вообще, Интер в атаке Получше, надо сказать В центре поля Вроде бы Силы равны Но как подбираются К чужим воротам У Интера получается Поопаснее Не намного Но поопаснее Опять позволили пробить А как так получилось Вот что Камаранези Сейчас боролся в воздухе Не совсем понятно Маленький Камаранези Боролся с Ким С Останковичем Круз Передач чуть налево Делает Круз Ибрагимович Проталкивает мяч дальше Златан Ибрагимович Тащил, тащил Потерял Хорошо Угловой Хоть что-то получилось Тяжело приходится Конечно Дени Кубер и Герри Давление на его фланг Значительно сильнее Чем на фланг Малинара Подача Получилось Дальше мяч Выносится Сильно Медвед Сейчас Какую-нибудь Быструю атаку Увидим Сисока Чуть-чуть вышел Из глубины Сисока Сделал передачу На правый фланг Камаранези Скорость набрал Передачу Выполнял Трезиге Попадает редко В кадр Ну в общем Трезиге не тот форвард Который будет мяч Тащить на себе Рваться в атаку Ему нужны Просто жизненно Необходимые передачи И передачи Этих он просто Не получает В очередной раз Его в сборную Не вызвали Сам он Правда Заявил Что относится К этому спокойно Сказал Ну карьера моя В сборной закончена Видимо Ну что ж Доминек имеет право Сисока рискует 34 мяча В 70 играх За сборную Франции Такое достижение Давид Трезиге В этом сезоне В сборной Он играет В чемпионате Он играет Очень здорово Забивает много Камаранези Пробил Вынесут мяч или нет Но при этом В общем понятно Что Доминек Вполне Имеет право Не вызывать Опытного форварда Который к тому же Сборной далеко Не всегда играл Удачно В последнее время Странно После этих слов Ну реакция Если хотите Доминека Он сказал Нет тема не закрыта Если он нам будет нужен Мы его вызовем Мне кажется Как несколько унизительно Будет После таких слов Для Трезиге Приезжать В сборную Передача вперед Опасный момент Удар поворотом Мяч полетел Вдоль линии Давайте мы еще раз Посмотрим Но Дель Пьера Не видел просто В ворот Он как смог Так и пробил Клаудио Раньери Про его уход Из Ювентуса Тоже слухов предостаточно Майкон Бросает мяч Далеко вперед Майкон Брагера На правый фланг Передача Есть И угловой есть Хорошее подключение Сейчас Теха Но нарвался Он на плотную Хорошую игру Максвелла Угловой С правого фланга Высокая передача Дель Пьера Бить нужно Поворотом Опасно Если бы чуть-чуть Успел развернуться Стремительнее Давид Трезиге Было бы тогда Совсем здорово Это Никола Легратали Выиграл борьбу Возле чужих ворот Давайте мы еще раз Посмотрим С Крусом Похоже Что да С Крусом боролся И выпрыгнул Высоко Мощно Ибрагимович У основных Галеодоров Забивал Ни у Трезиге Ни у Ибрагимовича Игра не клеится Ибрагимович В своем стиле Ну взял Человек в лицо Ударим Возможность Заменить Главных Форвардов Есть У обоих Наставников Запас Раньери Это Паладина И Иквинта И Иквинта Прежде всего Тем более Он в сборную Рвется Это не исключено Что ни Винченцо Иквинта Не Альберто Джалардина Два заслуженных Человека На этот раз На этот раз Сборную Не попадут Правда Иквинта Забил Ворота Наполе В предпоследнем Туре Когда Ивентус Выиграл У неаполитанцев Со счетом 1-0 Иврагимович Падает Занет Занетик Здорово Из сложнейшей Ситуации Выпутался И атака 4 в 3 Хименес Вот это Соорудил Хименес Там был Один Одинешник Златан Ибрагимович Хименес Дальше Движется Передача В центр Киву Ибрагимович На фланге Пытался Сыграть Тонко Получилось Совсем Грубо Атака Продолжится Не продолжится Нарушение Правил Фарина Фиксирует За 5 минут До свистка На перерыв Хименес Просто негодует Сложно сказать Борьба была Силовая Не так уж Ударили сильный Киву по ногам Что он перевернулся В воздухе Головой В газон Фарина Тащит стенку Подальше От мяча Поближе К воротам Буфона Штрафной Ибрагимович Круз Кстати тоже здорово Штрафной бьет Ибрагимович Удар сильный Стенку Ну не знаю Не то чтобы Разбил Пробил Проколотил Сейчас Ибрагимович Тут даже Вот как было Два футболиста Интер Разбежались В разные стороны Хитрые А мяч в итоге Пришел Джанлович Буфона Майкон Тяжелая встреча Для судейства Фарина пока Справляется Отлично И пожелаем Так доработать До финального Свистка Но есть Какие-то Небесспорные Решения Но в целом Учитывая Как сложно Ему сейчас При том Что была же Вспышка Такой Редкой Жесткости В начале Первого тайма Вначале Ближе к середине Цезар Выбивает мяч Далеко вперед Цезар Ибрагимович Елини На Салихамиджича Салихамиджич Умрали Боснинцы в сторону Он правила нарушил Я думаю Что не лишним Будет Назвать сейчас Тех футболистов Которые в запасе Находятся У Ювентуса Помимо голкипера Беларди Это Стандардо Бериндели Два защитника Два полузащитника Еще одна желтая карточка Легератали Два полузащитника Ночерину И Тиагу И два форварда Паладину И Квинта При том что Паладина может В общем и на фланге Сыграть Например Вместо Салихамиджича Коленками по коленкам Коленки крепче Оказались У Ювентуса Медвед Запасные Интера Голкипер Тольда Ривас Защитник Тот самый Болотелли О которым я говорил Универсал Салари Маниши Полузащитник И два форварда Суазу И Креспо Мне если честно Очень хотелось бы Посмотреть на Болотелли Который Вообще нападающий Передача с фланга На Манише Мы в свое время Посмотрели как следует В чемпионате России Кстати возможно Манише покинет Интер Он в Интере играет мало Его агент уже сообщил Что есть вариант с Монако Хороший футболист Никто не спорит Ну конечно Характер В Атлетике Не ужился Ну в Интере У него вроде бы Отношения с Манчин Нормальные Но он почти не играет Передача вперед Камаранези Камаранези Да сейчас здорово На мяч отобрались Сисока Сыграл здорово Дальше боролся И что И нарушил правила Майкон Пас Момосисока в Ливерпуле Очень старался И скорее всего Если бы Ливерпуль Не разжился Маскерану А Маскерану На сегодня Риснул предположить Опять таки Мое скромное мнение Но в пятерке Лучших опорных мира Это точно А может быть и в тройке А может быть и лучше Да Салихамиджич Уходя в Ювентус Сисока дал интервью Которое называлось Ну В связи с массовой информацией Выдернули журналиста Цитату Я не хуже маски Ну Может быть Я в общем тоже могу дать интервью Я не хуже Сисока Ну Потому что Кто так захочет Верить в это Ух ты Как нос то разбили Это вот сейчас Кровь идет у Недведа Уже не идет Вытер Боец Ну Потому что Недвед боец Всем известно Хотя вот Он недавно удалился Дернув человека за волосы Отвратительный был момент просто Легратали Передача на правый фланг Тут то свисток Фарина и дает Первый тайм матча Интер и Ювентус завершился Ничья 0-0 Игра очень интересная Плотная Живая Голевые моменты есть Давайте немножко отдохнем И будем смотреть второй тайм А сейчас перерыв Ждем мы свистка Стефана Фарина Для того чтобы возобновился Матч между Ювентусом и Интером Все 30-й тур Давайте смотреть Как сложится вторая 45-минутка матча Игра очень плотная Живая Интересная Не без взаимных ошибок И не без голевых моментов Все чего нам не хватает Так это забитых мячей Камаранези Не стал рваться вперед Маура Камаранези Оставил мяч Грегере На правый фланг Грегера навешивает И опасный момент Недвед Вот вам пожалуйста Ювентус отвечает По опасным моментам Ну уж точно теперь 1-1 Жюли Сезару пришлось выручать Да с острого угла Но сильно И главное провалился сейчас Интер в обороне И вина Майкона Майкон потерял Конечно потерял Недведа И Недвед мгновенно Своим шансом Воспользовался Ведь ему было непросто И все-таки Сезар справился Получилось это опасно Навес Еще один Неплохой Очень неплохой Сейчас пожалуйста Реакция На этот навес Легратали Давайте мы еще раз посмотрим Легратали головой Играет прилично И сейчас За ним Не досмотрели Тем не менее Я уже говорил Ювентус ведет Поиск классного Центрального защитника Из последних новостей Интересуется Вроде бы Лусио из Баварии Ну в общем Лусио не только Ювентус интересуется Да еще и не факт Что он идет Из состава Минутинского клуба Но Ювентусу Свои проблемы В центре Обороны Нужно решать Потому что В следующем году Придется Скорее всего Играть в Лиге чемпионов В этом сезоне Ювентус попроще Было Чем остальным Ведущим Итальянским клубом Разрывать себя На две части Не приходилось Круз Киво Занетти Майкон Медвид Хорошо подставился Под Майкон А тем не менее Атака Интера Продолжится Майкон Еще дальше Занетти Хименес Делает передачу С правого фланга Хименес Все время смещается То направо То налево Он сегодня освобожден От конкретного Участка поля Но это совершенно Не мешает действовать Очень прилично Чилицу Варанези Сисока Выполняет передачу На левый фланг Момо Сисока Малинаро Недвид Сисока Камаранези Хитрый очень Передачу Пятка выполняет Камаранези И длинный перевод На правый фланг Хороший перевод В исполнении Мухаммеда Сисока Дель Пьера Ударили по ногам Так показалось Дель Пьера Марко Матераци Извиняется Перед Дель Пьера Они естественно Тоже очень давно Знакомая по выступлениям за сборную Хотя Не так уж грубо Кстати сыграл Матераци Хотя соперника задавил Дель Пьера Подача Так показалось Что вылетел Сейчас раньше времени Хименес Из стенки Навстречу Дель Пьеру Еще до удара Малинаро Передача Опасный удар Гол Маура Камаранези Маура Камаранези Забивает гол И выводит Ювентус вперед Блестящую передачу Сейчас получает Полузащитник Сборной Италии И четко Спокойно Переигрывает Вот в этой ситуации Сезара 1-0 В пользу Ювентуса Давайте мы посмотрим Как насчет Положения вне игры Нет Здесь был офсайт Я уж честно скажу Здесь был офсайт Это необходимо признать Хотя во-первых Выделим прекрасную Передачу Малинаро Во-вторых Еще и скидку Дель Пьера Если она была То офсайт был тем более Но тем не менее Если кому-то жаловаться В этом году На судьи То это уж точно Не Интеру Хотя после прошлого матча С Дженуа Когда удалили Пеппа И высказывал Резкое недовольство Маратти Пеппа это молодой португальец Который сегодня Кстати вследствие Удаления Дисквалифицирован Но тем не менее Очень много Спорных решений Было принято В пользу Интера Вынесено в пользу Интера В этом сезоне Но опять-таки Отметим Вот в этой ситуации Офсайт был Максвелл И получает сразу Ответную передачу Максвелл Хорошее продолжение Давайте мы еще раз Посмотрим Как мяч Забит был Сезар вроде бы Вовремя сориентировался Что руками над головой Не стоит размахивать Нужно выходить Навстречу Камаранезе Ну и сам Камаранезе Видимо уже Усмотрел Единственный Выход Вот в этой ситуации Пробить под Голкипером Камаранезе Станкович Станкович Передачу делает На Ибрагимовича Ну практически Балканская атака Сисока Потерял мяч Сисока Вообще мне сложно сказать Почему же так не любят Манчини Тиагу Мне кажется Он не хуже бы Сисока смотрелся Передача Не точно Подача с фланга А что будет Если например Ювентус сегодня выиграет Подача с правого фланга Ух какая ошибка Ну не то чтобы ошибка Буфон здесь не ошибся Ничего страшного не произошло Но сыграл Не очень уверенно Вот в этой ситуации Видимо раньше времени Пошел из ворот Буфон А мяч полетел Под перекладину Хименес Подавать будет Хименес Высокорослые интеристы Пошли поближе К чужим воротам Почти получилось Организовать голевой момент Камаронези Камаронези Скорость набирает на правом фланге Дель Перо попадает Под отличный подкат Максвелла И дальше будет нарушать Правила Майкен Вот так это все и завершилось Суаза на поле выходит Все таки не кресло И меняет Хименеса Ага Суаза может сыграть С глубиной поля Но правда так показалось Что Хименес был Вовсе не худшим Сегодня в атаке интера Упрямо верят Манчини в Брагимович Ни при каких Обстоятельствах Его не заменяет Нет ну Заменяет конечно Но В общем Можно было наверное Доверять бы ему Не столь Отчаянно Ну его дело конечно Манчини На то и главный тренер Ну я думаю что вы слушали Вот раз уж я заговорил Об Ибрагимовиче Показывает нам Манчини То Необходимо Упомянуть О том случае Который произошел В матче с Палермо На 79 минуте Когда менял Манчини Ибрагимович Тут выразил нетовольство И как утверждает Произнес Надеюсь он на самом деле уходит Имея ввиду Недавнее заявление Манчини О том что он Хочет покинуть Интер По окончании сезона Манчини заявил это Публично После вылета Из одной восьмой финала Лиги чемпионов Правда после этого Массим Маратти На весь свет Объявил что Манчини До конца Четырехлетнего контракта Так вот Неприятная история В интере Но Манчини уже объявил Что Ибрагимович Перед ним извинился И стало быть Конфликт на этом закончен Ну сложно сказать Насколько именно Он закончен Потому что слухи о том Что не у всех звезд Интера Хорошее отношение С главным тренером Они циркулируют Ну не то чтобы Очень давно Но не вчера Они появились Круз Задавил соперника Хулио Круз Соперником оказался В этой ситуации Грегера Нам снова и снова Показывают Манчини Кстати для итальянского Телевидения Вот только что Наблюдали Телезрители В перерыве Ну и Мне тоже довелось Посмотреть Итальянского телевидения В роли эксперта Работает на Вот в этом матче Залог у Виали Бывший товарищ Манчини Они вместе Еще в Сандори Играли И считались Чуть ли не идеальным Дуэтом Ну и вообще Как говорят Близкие друзья Совершенно Виали Не изменился Дальпьера Ну и кстати На итальянском телевидении Все работают Два эксперта Вторым экспертом работает Мир моего детства Звони Мир Бобан Который в общем К винтеру отношений Никакого не имеет А всю жизнь В баре он чуть-чуть Поиграл совсем капель Позже Очень долго играл За Милан Грегера Все-таки Суазо Великолепно сыграл В этом эпизоде Но вот здесь Вцепился в него Малинара Причем Настолько Грамотно играл Что вроде бы Нарушений правил не было А и углового Тоже не было В конечном итоге Мяч от Суазо ушел Недвед Камранези Бедный 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 Камранези Он зарабатывает Очередной Штрафной Я честно говоря Не хочу Чтобы Подумали Пристрастен В общем Сысок Ведь недостаточно Сильную передачу Сделал И в итоге Камранези Пришлось жертвовать С самими пятками Давайте я больше Не буду Сысок критиковать А то что На самом деле Он сцепился Он очень старается Бьется И польза от него Несомненная Дель Пьера Но это было Чересчет Очень сильно Запускает мяч Куда-то на трибуну Александр Дель Пьера Длинная передача Вперед Круз В первом тайме Интер смотрелся лучше А вот сейчас Ну В помине нет Ивентус Играет надежнее Ивентус Играет увереннее Крузу Все-таки удалось На этот раз Эпик у нас Его отодвинуть И даже нарушить правила Бам Длинная передача На левый фланг Майкон все видит Все контролирует И Недвида конечно И близко к мячу Не подпустит Перед этим матчем На протяжении Трех встреч подряд Ивентус Ни одного мяча Не пропускал Ух Как здорово Ну вот Иврагимович Вот чего От него ждет Манчини В сложнейшей ситуации Выдрал мяч И тончайшую передачу На Давида Суазо Посмотрите Легратали Чуть-чуть ошибся А дальше Раз И удар Буфон Максвелл Матерация Максвелл 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 Посмотреть и подумать. Карим Бензима, великолепный футболист. Молодой, талантливый, но все-таки. Передача. Замена-то произошла сейчас в составе Интера. Вышел Маниши на поле. Давайте мы еще раз посмотрим. Да, подыграл фактически. Подыграл Бургису. Вот если мы видели миллион просто мячей, когда Тириан Ри, воспользовавшись там тремя-четырьмя метрами убегал и забивал, то его товарищ давний по сбору Давид Резье, когда нужно было пробить, бил так, что ни один голкипер спасти не мог. Игра, в общем, была уже остановлена. Положение вне игры. Танкович. И все-таки про календарь Интера я скажу. Дальше после Латсо еще поединок в Бергамо с Аталантой. Потом дома с Ариентиной. Потом в Турин. Потом в Калере. А вот потом Милан. Вообще, да. Тут еще можно очки потерять. Понятно, что и Рома не застрахована. Там тоже еще календарь изрядный. Сейчас я его тоже обязательно оглашу. Я думаю, что стоит об этом говорить. Потому что близок Интер к тому, чтобы очки потерять сегодня. Я не говорю проиграть. Еще времени предостаточно. А у Интера можно, например, Креспо еще выпустить. Есть с кем атаку разогнать. Маниш возвращает мяч чуть-чуть назад в Португалес. Крус он поменял. Сейчас Суазу пойдет туда поближе к Ибрагимовичу. А Маниша будет исполнять ту роль, которую с первых минут выполнял на поле Хименос. Португалес вполне способен с задачей справиться. И передачу он надаст и забьет, если нужно. Максвелл на левом фланге играет через Ибрагимовича. Календарь Ромы. Халери. Дженуа. Удинеза в гостях. Самбдори в гостях. Нет, но здесь, конечно, попроще календарь у римлян. Станкович на правом фланге делает тонкую передачу, которую обрубает даром что-то он, как Елини. Матераци. Бурдисов. Маниш. Он, конечно, поглубже будет играть, чем Хименос. С другой стороны, Станкович может поближе пойти к чужим воротам. Не было нарушения правил, хотя и лежит кто-то из футболистов Ювентуса. Матераци делает передачу на Суазу в положении вне игры. Капитан Дель Пьер на газоне. Овсайд был. Правда, у Камаранези в известной ситуации он тоже был. Но это так, к слову. Ух, как. Ну, конечно, ударили по лицу. О, Александр Дель Пьера. Такой заслуженный человек. Ну и завершая еще тему Ромы, я все-таки скажу, что Роме еще играть в лиге чемпионов. Это с Манчестер Юнайтед. Дель Пьера. Здорово на фланге. Дель Пьера. Удар. Выручил галкипер в этой ситуации. Мог сейчас стать крупным, но Дель Пьера на себя понадеялся. Он мастер большой. С левой ноги бьет здорово. Хотя, конечно, справа получше. Ибрагимович. Киву. Еще минут пять. И когда так рисковать, если не вот в этот момент, выпускать кресту или нет. Аргентинец был очень недоволен тем фактом, что он все время на скамейке сидит. И даже объявил о том, что хочет он Интер покинуть. Ну, дескать, не юный уже, а играть-то хочется. И, в общем, после этого, ну, не думаю, что прямо уж Манчиня на жалобы и вот эти угрозы или не угрозы отреагировал. Но крест был в составе вышел. Вышел и даже забил гол. Ну, это совершенно кресту не помогло. Снова он оказался на скамейке запасной. Вот посмотрите, как тонко сыграл Дель Пьера. Вот он штрафной. Вот он бьет. Да, в общем, пробил-то прямо в галкипера. Передача. Грагера. Накрывали. Грагера. Накрывали, накрывали. И мяч достанется футболистам Ювен. Драгимович. Забрали уж в этом мяч. Ворота Самбдории тогда забил крест. Когда в Гену разошлись команды мира. Кстати, Самбдория на сегодняшний момент является лучшей командой второго круга. Очень здорово для места действия. Маниш направо. Майкон. Медвед. Оставляет мяч в поле. Медвед. Ивентус будет, конечно, сейчас играть на контратаку. Медвед опять кровь из носа. Но я не думаю, что это несокручение никак не остановится. Опять, очевидно, попали. Суазо. Грагера помогает. Маниш. Майкон. Трезиге. Перевод на правый фланг. Дель Пьера. Сходу остановил. Камаранези. Сисока. Дель Пьера. Салихамимсич. Возит мяч на чужой половине поля футболиста Ивентуса. Елиния. Медвед на левом фланге. Что-то такое не очень понятное изобразил. Похоже, опорная нога у него поехала в момент передачи. В порядке сегодня Ивентус, несмотря ни на что. На неудачный первый тайм. На разбитый нос Недведа. Но команда во втором тайме прибавила очень здорово. Кстати, Ивентус совсем недавно добился достаточно двух серьезных результатов на футбольном поле, вне его. Во-первых, утвержден план строительства нового стадиона на месте предыдущего арены Дели Альпе. Станкович. Нет, удара не получится. Сейчас я напомню, Ивентус делит Олимпийский стадион вместе с Торино. Ну и во-вторых, заключен спонсорский контракт на 15 лет. Продано название арены. По всей видимости, будет называться как-нибудь Sport5 Arena. Ну и в течение 12 лет Ивентус будет получать больше, чем 6 миллионов евро в год. Безусловно, клуб такого масштаба должен иметь свой комфортабельный стадион. Мы видим, что в последние годы многие команды в Европе открывают прекрасную арену. Но Арсенал великолепный просто Эмир. И стереум открыт. Дель Пьера на правом фланге. Там лежит кто-то из футболистов. А это Матераса. Держится за лицо Матераса. Показывает губу, как трогать. Давай это смотреть. Дель Пьера. Это нам ноги показывают. А, вот так. Ну, чуть-чуть щелкнул по носу. Так, легонечко. Можно было, типа, знаете, щелбан отвесил Матераса. Но он на то и Матераса. Длинная передача вперед. Матерасы. Возвращает мяч назад. Келлини. Очень длинный пас. Бурдисо. Да что же от него мяч сегодня? Отскакивает непонятно куда все время. И надо делать передачу в центр. Дель Пьера. Падает. Я думаю, что и пенальти не будет. И можно констатировать, что момент Дель Пьера запорол. Если бы в касании, да, он все сам понимает. Сделал передачу вперед. Поперек. Вот сейчас вперед для себя. То есть поперек поля. То там стоял совершенно одинокий Давид Трезиге. Но, видимо, Дель Пьера не захотел делать передачу здесь правой ногой. Потому что пас нужно было делать очень сильно. Ибрагимович. Маниш. Салихамиджич. Честно говоря, для Салихамиджича не лучший. Матч не часто он просто попадает с хатер. Максвелл. Киву. Суазо. Маниш. Будем считать, что это удар поворотом. Кстати, об ударах и прочей статистики. Сейчас как раз Буфон будет мяч выбивать. Так что время есть. Ювентус. 16 ударов поворотом. Из них 5 в створ. Интер 9 ударов поворотом. Только что был 10-й. 2 в створ. Правила, кстати, туринцы по-прежнему нарушают чаще. 19 раз против 14. И мячом на этот момент Ювентус владеет чаще. 53% игрового времени против 47 у Интера. Маниш. Длинная передача вперед. Хименес. Это был Киву. Похоже, Хименеса нет давно. Станкович. Передача сходу в касание в штрафную. Неудачно. Майкон. Загружают. Загружают. Но Суазо. И удар. Свисток уже раздался. Тем не менее, отреагировал. Жан-Луиджи Буфон. Свернулся. Сложился. И до мяча дотянулся. Положение вне игры было у Суазо. Знаете, если Интер все-таки забьет, то концовка будет и интересной, и очень напряженной. Ну, соответственно, если забьет Ювентус, то концовка не будет ни напряженной. Хотя интересной может быть. Тельпера делает передачу. Надо отвергать Резиге. Чуть-чуть неудачно. Не поняли сейчас друг друга два футболиста. Непонятная ситуация с тем полузащитником, который пополнит ряда Ювентуса в межсезонье. Кто-то будет куплен очень серьезно. Кто именно? Называлась фамилия Лэмпорда, а называлась фамилия Диего. Бразильца вроде бы Вердер не хотел отдавать, но почему-то складывается такое впечатление, что все-таки будет продан Диего. Вряд ли Вердер на сегодня в состоянии удержать настолько лакомого, если хотеть, для многих клубов футболистов. Сам Диего сказал, что, в общем-то, в Ювентус перейти не прочь. Киво. Ибрагимович. Тринадцать минут остается играть. Ибрагимович. Занетти. Майкон. Майкон. Почти прошел вот этот трюк у Майкона. Фокус. Фокусы разоблачили защитники Ювентуса. Максвелл. На левом фланге. Во втором тайме значительно реже появляется возле чужих ворот. Маниш. Переводит направо. Майкон. Все атаки тут через фланги. Через Майконы. И раз за разом. Направо, направо, направо. Дальше Ювентус работает. Срабатывает защита Ювентуса. И атаки прерываются. Дель Пьеро. Держит мяч возле боковой линии. Не держит мяч возле боковой линии. Потеря. Форина дает свисток. Трибуны свистят. Недвид лежит. Но все как положено. И 2-0 впереди Ювентус. Смотрим. Столкнулись. Мне не показалось, что Манише нарушал правила. Он локти выставил. Но я думаю, что в этом случае любой бы так сделал. Потому что боковым зрением Маниш чувствовал, что на него летит. И Квинта на поле появляется. Скорее всего, вместо Трезиге. Вряд ли третьего форварда выпустят на поле. Хотя, возможно, вариант Трезиге. И Квинт впереди. И Дель Пьеро в середине поля. И Манчини не делает замен Манчини. Я напомню, есть с кем у него усилить атаку. Но, может, боится он получить еще и третий мяч с своей ворота и закончить совсем печально. Напомню, любой ценой отыгрываться Интеру не надо. Но этот прихрамывает и покидает поле. Ждем. Вот это Песота, по-моему, промелькнул только что на наших экранах. Мне так показалось. Передача налево. Максвелл. Да, за исключением вот одного-единственного эпизода, когда пятки Ибрагимович сыграл на Суазе. В остальном даже не то, чтобы плохо, никак. Ибрагимович на Киеву. Мяч не доходит до Румына. Максвелл. Навес. Бьется оборона Ювентуса и пока держится, несмотря на то, что наседают миланцы отчаянно. Легратали пошел пообщаться немножко с Фариной. Станкович ощупывает нос за 10 минут до конца основного времени. Смотрим. Столкнулись. Честно говоря, не увидел чего-то такого особенного. Но штрафной будет. Это шанс для Интера. Опять-таки, гол, если сейчас случится, ну, тогда, думаю, что четырьмя желтыми карточками, уже показанными, мы не отделаемся. Наверняка в концовке будет не то, что жарко, а раскалится просто игра. Ибрагимович. В стенку. Да, сильно, но в стенку. Бурдисо. Неудачно. Цалихамиджич. Дель Пьера. Положение вне игры было капитан Туринс. Камбранези. 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 Трезиге. Дель Пьера. Трезиге нет положения вне игры. Дель Пьера решать что-то нужно. Решил. Второй раз такой мастер. Сисоко прибежал и ударил в Трезиге. То есть надо было выбрать вот из всей толпы, кто находился на линии ворот. Да, сегодня в концовке атак Дель Пьера непривычно для себя действует. Вот, знаете, Бурдисо металл-саметался. Но вот все, что нужно в Трезиге сделал. Вон в том, что на уровне пояса примерно, еще и прямо в Галкипера. Ну и вот дальше Сисоко. И Квинта. Вместо Трезиге. Вместо Давида Трезиге. Стало быть, с Недридом что, в порядке все? Трибуна аплодирует. Давид Трезиге сказал, что он предпочел бы, чтобы чемпионом Италии стала Рома. Дескать, игра Римлян больше нравится. Но я думаю, что дело не в игре. Но дело в том, что нужно было какую-нибудь шпильку выпустить в адрес Интера. А вот и Болотелли появился на поле. Марко Болотелли под 45 номером. Да-да, он вот итальянец. Но выглядит именно так. Я, честно говоря, тоже очень удивился, когда увидел. Но глобализация шагает по миру. Он уже за кубок забивал. В чемпионате пока нет. В Интере считается сверхталантливым футболистом. Ух, как здорово. Ух, как здорово. Будет у нас концовочка. Будет. Маниша забил. Все-таки справились. Но уровень, конечно, уровень высочайший. Креспа не вышел. Вышел Болотелли. И в результате 2-1. Сколько не забил Ювентус в великолепной ситуации? 1-2-3. Майкон. Это Майкон по правому флангу пролетел. Очень здорово. Ну, браво, Интер. Брависсимо. Здесь и характер сказался, и мастерства, конечно, предостаточно. Ну, и концовка у нас будет. Киву поменял Болотелли. Ибрагимович. По правому флангу. Передача. В общем, может быть, зря я стал рассуждать о том, что Интер потеряет много очков. Но, может быть, одну очку и потеряет. Пока у нас небольшая пауза. Скажу, что на неделе говорили много о двух футболистах Арсенала, которым якобы итальянский клуб интересуется. Ибрагимович на правом фланге. Скажу обязательно два слова, и потом будем уже только за игрой наблюдать. Да, так вот, у Фламини контракт заканчивается. Арсенал хочет продлить это соглашение, но есть заинтересованы со стороны Ювентуса и Милана. И Интер официально опроверг сообщение о том, что он якобы общался с Александром Глебом, а Арсенал потом присылал в Интер какую-то ноту протеста. Ничего такого, как заявили на официальном сайте клуба, не было. Все, давайте смотреть, потому что 2-1 у нас в пользу Ювентуса и Камаранези с мячом. Камаранези. Недвед. Навес. Матерации выносит. Маниш. Суаза распластался в центре поля. 5,5 минут основного и немножечко дополнительного еще будет. Занетти. Передача вперед. Занетти. Маниш. Отправляет передачу направо. Там Фуаза бился. Ну все, засел во всей команды на чужой половине поля Интер. Маниш к мячу не успел. Камаранези разгоняет контратаку. Тащит мяч сам. Двух обыграл. Трех обыграл. Желтую карточку Мургиса сейчас увидит. У него... Первое. Ну, здесь вариантов-то особенных и не было. Мимо него пролетал Камаранези. Либо предупреждение, либо большие неприятности. Великолепно сыграл Мауру Камаранези. Жестковат вообще Бургис, его остановил. Мог бы за мальчик прихватить. Более интеллигентно. И еще одна замена. Начирино. Центр поля вместо Недведа. Все правильно биться, укреплять. Начирино. Бульдожиевый типа полузащитник. Ну, в Италии таких хватает. Один Гатуза чего стоит. Но Начирино, конечно, до уровня Гатуза пока не дотягивает. Но таланта великого, большого. Сейчас Ивентусу нужно грызть в центре поля. И Начирино это делать умеет. Тем более, что и грызть ему придется недолго. Ну, минут 7, может быть, 8. Именно 8. Фарина, если захочет, добавит много. Штрафной. Это что такое? Болгудар. При всем уважении Колеса Драдель Пьера. И при том, что он автор голевой передачи. А может быть, даже двух. Но, тем не менее, встречу проводит он не лучшим образом. В атаке от него можно было бы ожидать больше продуктивности. Он все-таки Драдель Пьера. Матерация. Длинную передачу вперед. Салихамиджич. Теряет мяч Салихамиджич. Маниш. Вот он был от Элли. Если честно, в игре его видеть не доводилось. Пока только какие-то моменты на видео. Игра рукой со стороны Грагеры. Штрафной. Станкович. Мяч разыграл Станкович. Маниш. Максвелл. На левом фланге Максвелл. Тащит мяч. Пролетел мимо Камаронези. Пролетел. Мимо Мачерины не пролетел. И Буфон. И Буфон. И вперед. убивает мяч Джан-Луиджи Буфон Яквинта оттолкнулся от соперника Винченцо Яквинта и немедленно нарушил правила сбил с ног Бурдису Жулио Сезар он будет штрафной выполнять все остальные пошли туда, туда к воротам Ювентуса все правильно Жулио Сезар навешивает прыжки Ибрагимовича это по-моему был Малинаро, хотя я не уверен, но это не так уж и важно Камаранези выигрывает борьбу головой у Маниши, бывает и такое Матерации Суазо Навес Дель Пьера все как нужно сделал Александр Дель Пьера где-то здесь должен быть Яквинта ну вот он и побежал, и против него Бурдиса Яквинта Сесока доработали футболисты Интера это был как раз Майкон уже сегодня успевший стать автором голевой передачи а что сейчас положение вне игры причем, видимо, у Ибрагимовича и еще один штрафной Хавьер Занетти времени все меньше у Интера около минуты основного и сколько Фарина добавит от двух до четырех легко Малинара бросает мяч вперед по левому флангу Данетти Камаранези Дель Пьера не получается передачи рассчитывал очевидно Яквинта вывести один на один с голкипером а теперь что если нарушение правил желтую нужно показывать а это Легра Талия у него была одна желтая поэтому Фарина сейчас выгонять футболиста Ювентуса с поля видимо, не стал совсем уж обострять хотя можно было если сильно захотеть последняя минута основного времени Матерация играет на Суазу тот в чужой штрафной таскает за собой Сесока назад на Максвелла снова на Суаза аккуратнее, чтобы не было положения вне игры и опять Суаза и передача что дальше? Максвелл навес тут четыре футболиста Интера и мяч прилетает как раз туда где находился футболист Ювентуса класс Еврагимович Маниш диагональ супер но и здесь Салихамич три минуты добавляет орбита Максвелл метнул мяч в штрафную как ядро все футболисты Ювентуса но видимо, за исключением Яквинты, который должен быть где-то там в районе центрального круга все остальные обороняются в чужой штрафной мяч Маниш и снова Маниш штанга он мог стать автором дувля сверхопасный момент сверхопасный момент возле ворот сейчас Ювентуса какая передача это с Танкович пяткой ну вот пожалуйста и Маниш мы тут в России за ним смотрим мы его помним он хорошо играл за Динамо если бы еще не всяческие истории с тем как ему якобы в России не нравится Динамо и так далее его классе никто никогда не сомневался полторы минуты отыграли и будет еще время Балателли все-таки сыроват Балателли для такого-то матча но есть же крест ну почему же не ставят его Манчини я никогда Манчини еще советовать ему он вообще всегда сам разберется и вырос он безусловно как тренер за последние лет пять просто но все-таки жалко ну может просто мне крест понравится как футболист Майком запускает мяч высоко вверх Ибрагимович как подпрыгнул Ибрагимович мяч забрал и Салихамиджи сейчас бил Фарина считает что было нарушение правил было рукой-то так как был не Салихамиджи а Грегера но рукой все равно хватал соперник Буфон делает длинную передачу Буфон Болотелли да жесткость есть последняя минута по сути последний может быть шанс для Интера что там интересно голкипер может быть мы и Сезара увидим я вот пока не видел пришел Сезар в чужую штрафную пока кажется что нет Занэти загружается уже мяч просто загружает а здесь Буфон все 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 свисток еще один фантастический матч в каждом туре по абсолютно блестящей игре выдают команды в прошлый раз плац Латсо с Ромой теперь Интер с Ювентусом напряженный интересный Ювентус одержал победу кто теперь скажет что нужно увольнять Раньери хотя в межсезонье может быть скажут еще и не раз Ювентус выиграл борьба в чемпионате Италии продолжается спасибо всем за то что вы смотрели вот этот блестящий отличный великолепный футбол на этом все телеканал спорт заканчивает трансляцию встречи Интер Ювентус вместе с вами футбол смотрел Владимир Стокниенко всего хорошего смотрите матчи итальянской серии А на телеканале спорт до свидания и удачи